Привет, как ваши дела? Рад приветствовать вас в новом очередном нашем видео. Мы подбираемся потихонечку к концу и сейчас будет начинаться все самое вкусное, все самое мясное. Поэтому приготовьтесь, наберитесь терпения и обязательно начинайте внедрять полученные знания сразу у себя в бизнесе или с людьми, с которыми вы взаимодействуете и работаете. Значит, что мы делаем сегодня? Мы сегодня разбираемся с метриками, которые влияют на эффективность продаж. Это очень важно, прям супер-мега важно понять, какие главные метрики влияют на эффективность ваших продаж и что делать со всеми этими делами для того, чтобы этими метриками управлять. То есть для того, чтобы влиять на продажи, нам нужно понимать, что влияет, ну и как с этим взаимодействовать. Итак, давайте разберемся, в чем заключается логика эффективных продаж на маркетплейсе. Это как можно чаще быть на главной странице, но это возможно только на текущий момент можно попасть на главную, если договариваться непосредственно с узлом. Просто так алгоритм туда не подтягивает, огромное количество тестов было проведено и мы ни разу не видели, но во всяком случае я сам ни разу не видел свои товары прямо на главной. В категории, да, безусловно, там можно попасть. А именно главной странице, то есть вы заходите на маркетплейсе, вот прямо на главной всегда товары, которые либо покупают рекламу, либо имеют особые договоренности непосредственно с узлом. Итак, второе, это быть в топе поисковой выдачи. То есть это уже когда идет речь о том, что человек сам ищет что-то, условно, чайник стеклянный, да, или чайник заварной там, или ручка шарикова, неважно. То есть человек дает какой-то запрос, и наша задача быть в топе, быть в рамках первого экрана, который увидит человек. И, ну, то есть человек напишет какие-то слова, увидит наш товар, нашу карточку, и, возможно, заинтересуется ею. Если мы будем в топе, мы имеем больше шансов, чем любые другие игроки, потому что люди, как только попадают, они просматривают быстренько цена, и если он, ну, там, цену, отзывы, там, и так далее, но об этом мы сейчас поговорим, количество заказов, да, и тогда принимает решение, в какую карточку зайти, просматривает несколько карточек и совершает заказ. То есть наша задача быть в топе поисковой выдачи. Третье – это контент SEO-оптимизации. Очень важно понимать, как устроены ваши карточки для того, чтобы… Ну, то есть важно понимать, что контент – это единственный бесплатный способ влиять на ранжирование вашей карточки. Вот, ну, собственно говоря, если вы правильно составите вашу контентную часть, и карточка будет оформлена правильно, у вас еще отдельно будет занятие, связанное вот со всей этой историей пассива-оптимизации. Вот, соответственно, если вы все настроите правильно, то в топе поисковой выдачи, возможно, будете выходить при прочих равных. Ну, невозможно, а точно будете, если будут соблюдены определенные правила. Следующий пункт – это регулярный анализ конкурентов. Важно понимать, что делают конкуренты. И эффективными продажей могут быть только тогда, когда вы точно держите руку на пульсе и понимаете, что, ну, типа, может же произойти такое. Вот сейчас, допустим, распродажи, как бы, да, близятся. Ну, то есть у нас постоянно распродажи идут. Ну, в общем и целом, там, какие-то события могут повлиять на то, что люди будут устраивать большие распродажи, как бы, да, будут снижать чуть-чуть на сильную стоимость, и ваши продажи могут упасть. Вам нужно понимать, что происходит, как бы, да. Конкурент может оптимизировать свою карточку таким образом, что она будет соответствовать всем необходимым требованиям маркетплейса и будет очень привлекательна для клиента и тоже может отрываться вперед. Поэтому регулярный анализ – это логичный ход, логичный шаг и занимает свою позицию в нашем топе. Ну, и эффективное управление карточками, безусловно. То есть вам постоянно нужно их оптимизировать, вот, постоянно заниматься тем, чтобы, ну, не только карточки, но и в целом. Ну, то есть смысл в том, что мы же делаем продажи, и эффективное комплексное управление позволяет нам делать это правильно. Окей. Давайте разберемся с моим топом непосредственно метрик. Вот. Я, ну, сделал специально вам такую визуализацию, графику, где обозначил вес метрик, влияющих на ранжирование вашей карточки. Ранжирование – это то, какую позицию занимает ваша карточка в выдаче по запросу. Итак, смотрите, я поставил на первый, ну, то есть, как бы, в моем опыте, мой опыт говорит о том, что отзывы, рейтинг карточки и количество продаж – это 75% успеха, это три главных кита, на которых, в общем и целом, по сегодняшний день Узум дает предпочтение карточкам. То есть, если отзывы, у вас все нормально с отзывами, то есть, высокая оценка, рейтинг, ну, отзывы, я имею в виду их количество, да, соответственно, после того, как человек поставил рейтинг, оценочку, там, пятерочку и написал положительный отзыв в соотношении с количеством продаж, вы можете забрать 75%, то есть, ну, набрать 75%. Вес карточка ваша может, если все эти параметры сопоставимы. Контент и конверсия – это по 12,5%, оставшуюся четверть делят между собой, на мой взгляд, эти два критерия, эти две метрики, и давайте посмотрим, поговорим об этом более подробно. Что я имею в виду? Первое, да, это рейтинг, то есть, то самое количество оценок, которые ставят люди, вот, это первый критерий, первый параметр, первый весомый аргумент для того, чтобы алгоритм видел вашу карточку и поднимал ее наверх. То есть, если у вас оценка 5,0 и 1057 оценок, ребята, эту карточку практически невозможно уронить, потому что, ну, прямо, ну, прямо вот, прям много. Это прямо реально дофига, как бы, эта карточка, естественно, на главный ряд спецусловий и так далее и тому подобное. Но, в общем и целом, как бы, важно понимать, что чем выше рейтинг, максимальная оценка 5, 4,9 тоже считается хорошим рейтингом, но, в общем и целом, стремление, конечно, должно быть обращено в циферку 5. Вот, за рейтинг надо бороться, обязательно следите за тем, чтобы ваше качество, качество ваших товаров оставалось на хорошем уровне, для того, чтобы вы могли влиять на ранжирование алгоритма и чтобы он выдавал у вас выдачи в топе. Следующий параметр – это отзывы и их количество, ну, соответственно, как бы, да. То есть, мы говорим, что здесь у нас было 1057 оценок, но не все пишут люди отзывы. Здесь мы тоже видим, что отзывов фактически написано 1057, потому что могла быть просто оценка в рейтинге, то есть количество звездочек без текста. Ну, непосредственно отзывы, он их считывает как… То есть, человек поставил оценку, все, он считается фактически отзывом. Только на рейтинг влияют четверки, пятерки, троечки, двоечки, однерочки. Отзывы сами по себе – это написанный текст, и если текст, допустим, с картинками с какими-то, то, ну, на мой взгляд, как мне кажется, вес у карточки добавляется. То есть, это очень важный критерий и параметр. Важно это понимать, важно это осознавать, важно это принять и понимать, что это действительно весомо. То есть, если вы сделаете так, что рейтинг и количество оценок, и отзывы их количество будут, ну, вот как здесь, да, пятерка на такое большое количество отзывов, то эту карточку сломить практически невозможно будет. Ну, это, во всяком случае, мое понимание. Третий фактор, который замыкает топ-3 – это количество заказов. И в данном случае мы снова рассматриваем ту же самую карточку, которая у нас была. То есть, более 28 тысяч заказов – это очень весомый, существенный результат, который перебить и убрать эту карточку из топа, даже когда у них закончится договоренность с Сюзумом, будет достаточно тяжело. Во всяком случае, при поисковом запросе средств для мытья посуды, я уверен, эта карточка будет выходить первой. Вы можете это проверить после того, как закончится акция. Скорее всего, так оно и будет происходить. Вот, ну и важнейшим, как бы, да, ну, 75%, помните, я говорил, да, 75% веса карточки придают эти три критерия. Они, собственно говоря, не скрываются самим Узумом, как бы, да, и вот в карточке они отображены. Вот ваш рейтинг 5.0, вот количество отзывов, и вот количество заказов. То есть, это непосредственно в карточке отображено, и ни для кого, наверное, уже не является секретом, что эти три фактора являются самыми основными и весомыми. Вот. Что же нам делать, да, какие есть способы решения данных вопросов? Каким образом мы можем сделать так, чтобы, ну, чтобы получить вот эти желаемые пять, ой, пять говорю, эти желаемые три критерия? Что, на ваш взгляд, нужно сделать? Давайте, не буду вас томить, сразу дам вам решение. Хотел пошагово добавлять, чтобы это все появилось, но решил сделать одним слайдом. Итак, всем нам известны самовыкупы. Это способ, который работает на данном этапе. Способ нелегальный, способ достаточно дорогой, но работает как автомат Калашникова, потому что вы точно влияете на все эти три критерия. То есть, вы сами ставите высокую оценку пятерку. Ну, опять-таки, самовыкупы надо делать правильно, и я ни в коем случае сейчас вас не обучаю это делать. Если уж и будете делать, лучше делегируйте это специальным людям за деньги. Именно поэтому это дорого, не только потому, что нужно будет отдавать комиссию, но еще платить дополнительно за услугу. Вот, поэтому, если вы будете делать это самостоятельно, можете спалиться, ну, и много критериев и факторов. Поэтому лучше воспользуйтесь какими-нибудь услугами людей, которые уже это делают. Я неоднократно говорил и буду говорить, что я против этого способа, но, тем не менее, он существует и реально работает как автомат Калашникова, потому что вы сами влияете на количество покупок, на количество комментариев и на количество оценок. Ну, соответственно, их качество. Следующий способ – это внешний маркетинг. Легальный способ уже, но достаточно дорогой. может получиться так, что он будет не таким эффективным, как автомат Калашникова, потому что, ну, не хватит личных каких-то компетенций, навыков, компетенций того человека, который будет исполнять это все дело, ну, и так далее. То есть, это такой себе, ну, как бы классный, реально очень крутой инструмент, который люди используют на постоянной основе, вот, но может, скажем так, в долгосрочной перспективе работать эффективно, но не всегда будет оправдывать ожидания. Ну, то есть, условно, даже если вы продаете какую-то мелко штучку, какие-то мелкие товары, условно, шариковые ручки, то это будет, ну, достаточно неэффективно, потому что реклама не будет окупаться. Даже в ноль вряд ли вы сможете выйти, потому что, ну, привлечение специалиста, сама реклама тоже денег стоит и так далее, поэтому не всегда и не во всех случаях подходит. Третий способ – это своя база клиентов, которую вы будете формировать, ну, если примите решение. Это легально, достаточно дорого и время затратно, но в перспективе это самый эффективный, надежный и дешевый метод. Почему? Потому что, когда вы сформируете свою базу, будь то это Инстаграм, будь то это Телеграм, будь то это бот какой-то, да, в Телеграме, неважно, ваш сайт, куда постоянно приходят люди и так далее. Если вы соберете, то есть, ну, как бы найдете, скажем так, найдете в себе силы, найдете в себе силы, найдете ресурсы и сделаете это все, что эта база будет ваша, на нее уже не будет, не нужно будет затрачивать ни времени на сбор, ни денег, и вы на постоянной основе сможете заводить новые карточки, запускать их, тестировать, давать людям интересные какие-то цены, сливать ваши стоки и так далее, и все это будет бесплатно, потому что у вас будет специально подобрана аудитория, которая привыкла покупать дешево. Важно понимать, что за счет этой аудитории вы денег не заработаете, это будет масса людей, которые хотят покупать на распродажах, она будет сидеть в ваших чатах и каналах до тех пор, пока вы будете их действительно вкусно кормить, но это эффективный способ, то есть, отметаются сразу ненужные вам походы по ПВЗшкам, то есть, вы даете цену, реально хорошую цену, люди действительно понимают это, люди не дураки, вот, они видят и знают цены, и если это действительно выгодные предложения, они на постоянной основе с удовольствием будут с вами сотрудничать. И вот вам три способа решения данного вопроса, какой из них вы выберете решать только вам, вот, и все остается только на вашем усмотрении. По сути, сделав вот эти, ну, выбрав один из этих способов и начав внедрять, вы можете сразу одновременно, скажем так, ну, заполучить 75% веса вашей карточки и уже достаточно неплохо продавать. Следующее, что влияет, это контент, безусловно, мы все прекрасно помним о том, что создание карточки – это бесплатный способ ранжирования, вот, и этому стоит уделять достаточно большое количество внимания, и именно по этой причине существует целая специальность, профессия менеджера аккаунта на Marketplace, который, по сути, и занимается созданием контента, SEO-оптимизацией, в общем целом оптимизацией карточки и так далее. У нас будет еще отдельно с вами там чек-листы, как вам, по какому чек-листу, то есть чек-лист с фишечками, ну, как сделать карточку максимально продающей, и, соответственно, с этим, как проверить, готова ли ваша карточка действительно отправляться в самостоятельное плавание. Ну, и последний пункт – это конверсия. Конверсия – это отношение количества просмотров к продажам, то есть вот здесь 23 тысячи просмотров есть у карточки, есть 756 продаж совершенных, получается, во всей этой истории 1,35% является конверсия. Хорошая она или нет, решать на самом деле не мне, еще непонятно, как выводит их алгоритм, но конверсия – это точно то, что влияет на продажи, потому что алгоритм понимает, что посмотрел такое-то количество людей, купил такое-то, но я думаю, что все, что выше 1% – это хороший показатель, вот, потому что есть у меня карточки, где и меньше процента, как бы процент, но, в общем целом, очень хорошие продажи, тоже категория А, как бы, да, мы проходили знаемые ABC-анализы, соответственно, с этим понимаем, что категория А – это очень важный момент. Вот, собственно говоря, все. Брак, количество возвратов, безусловно, тоже влияют, как, ну, вот смотрите, да, очень важно понять, что Узум ничего не скрывает, как бы алгоритмы прописываются, и они же опираются на данные, и, как бы, они опираются не просто «О, Вася Пупкин, классный пацан, я буду продвигать его карточку», а алгоритм – это машина, которая опирается на данные. И, собственно говоря, эти данные Узум не скрывает. Возврат говорят, что не влияет, но я очень сильно это чувствовал на себе, когда у нас был фрод летом по сезонным товарам, нашей карточке прямо было тяжело поднимать со дна, потому что периодически был фрод, как бы, и карточка падала после того, как этот фрод, ну, был совершен наш адрес. То есть фрод рассчитывается же как возврат, то есть был сделан заказ, алгоритм, ну, тут, как бы, это же машина, ему данные изменить невозможно, ну, если и возможно, то это какой-то долгий, трудоемкий процесс, поэтому количество возвратов, я думаю, что все-таки в какой-то степени влияет, пусть и не сейчас. Ну, и количество товара на складе тоже влияет, я думаю, что придает вес не сильный, но, в общем и целом, в скором времени, я думаю, будет учитываться его. Ну, собственно говоря, вот мой топ критериев, метрик, которые важно учитывать и понимать, вот, собственно говоря, опирайтесь на эти метрики, ребята, и будет вам счастье. Я не прощаюсь, говорю, до скорой встречи. Домашним заданием является проанализировать карточки, там, 10 карточек конкурентов и понять, на самом ли деле мой топ 5 соответствует действительности. Вот, отпишитесь в комментариях к домашнему заданию, что проверили и что вы смогли выяснить, то есть, был ли я прав или оказался неправ, и, может, вы видите свой топ метрик, который влияет на ранжирование вашей карточки. Я прощаюсь с вами, говорю вам пока-пока.